МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! В эфире Универньюз, а в студии Аделья Шамилова сегодня в выпуске. Пост-геном-2018 продолжается. Искусство управлять – целая наука. Почему современному транспорту больше не нужен водитель? Семинар конференции «Термические методы повышения нефтеотдачи» прошел в Китае при участии КФУ. Организаторами мероприятия стали Юго-Западный нефтяной университет, Казанский федеральный университет и ведущая лаборатория Китая в сфере нефтедобычи. Следующая международная конференция пройдет в Колумбии при поддержке компании «Экопетроль». Перспективы развития технологических долин обсудили в Казани. С подробностями познакомит наш корреспондент. Ректор КФУ принял участие в 4-й международной конференции «Партнерство для развития кластеров». Главным спикером секции конференции, работа которой была направлена на развитие научно-технологических центров, стал директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин. Казанский университет сейчас готовит заявку для участия в проекте. Рабочая группа КФУ уже несколько раз собиралась для разработки основной концепции. Однако остались отдельные вопросы, требующие ответов от первоисточника. И такая возможность была предоставлена в рамках конференции. Аделя Шемилова, Универньюз. Конференция «Постгеном-2018» в КФУ продолжается. Какие вопросы обсудили в четвертый день конференции в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете продолжается международная конференция «Постгеном-2018». Мероприятие объединяет специалистов из различных областей медицины. В первой половине четвертого дня прошла пленарная сессия. На ней обсудили вопросы онкотираностики, выбора способов лечения опухоли и изучения генов. Я представлял доклад про онкотираностику. Это новое направление, сложившееся в последние годы в мировой науке. Оно подразумевает использование совместно терапевтических и диагностических агентов. Лекция – это, собственно говоря, о возможностях молекулярных технологий в гематологии и онкологии как некой основы, фундаменте развития онкогематологии как клинической специальности. Во второй половине дня состоялись секционные заседания. На пяти площадках прошли обсуждения омексных технологий, экспериментальных медицинских исследований, онкологии, фармакоинформатики, поиска и моделирование лекарственных средств, медицинской информатики и регенеративной медицины. У нас секция по регенеративной медицине и стволовым клеткам, на которой мы на самом деле обсуждаем фундаментальные вопросы развития, эмбриологии, дифференцировки, репрограммирования клеток. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете свои исследовательские работы представили учащиеся школы и среднего профессионального образования. Состоялась вторая всероссийская научная конференция «Конкурс учащихся имени Льва Толстого». Уже второй год подряд Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета проводит всероссийскую научную конференцию «Конкурс учащихся имени Льва Толстого». Победители данной конференции и конкурса при поступлении в наш университет получат 5 дополнительных баллов, а призеры получат по 3 балла. Направлению конференции множество – это литература, искусство, лингвистика, иностранные языки и другое. Каждый участник выбирает тему, которая ему интересна. Свои работы защищают школьники с 8 по 11 классы, а также студенты среднего профессионального образования со всей России. Свои исследовательские работы представляют и ученики IT-лицея Казанского федерального университета. У меня работа по фильму Авдоти Смирновой «История одного назначения». Она связана как раз таки с биографией самого Толстого. Мне кажется, что изюминка моей работы в том, что некоторые реплики персонажей я буду озвучивать сама именно в театральном образе. А ученица 10 класса IT-лицея Кафуал Сугараева представляет тему «Литературная Казань» по толстовским местам нашего города. Мы прошли Льва Николаевича Толстого, и мне захотелось посетить в Казани места, связанные с ним. Однако я не нашла такой путеводитель, который был собран, был весь материал. Поэтому я решила, что мне стоит сделать такую сетскую работу. Все участники конференции будут отмечены дипломами. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов КФУ прошел тренировочный этап Кубка по менеджменту «Управляй». Об этом наш следующий сюжет. Казанский федеральный университет принял участие в череде информационно-тренировочных сессий, которые проходят по всей стране. В рамках данного мероприятия студенты смогли попробовать свои силы в соревновании, связанные с управлением виртуальной компанией. Студенты по Волжье собрались в КФУ, чтобы принять участие в тренировочном этапе и получить ответы на возникающие у них вопросы. Очень приятно, что Казанский федеральный университет в лице студентов, в том числе Институт управления экономикой и финансов, показал самую высокую результативность на этом конкурсе. Безусловно, у нас было небольшое количество участников на входе, но 50% из них прошли в полуфинал, 50% из оставшихся в финал. И самое главное, что первое место в этом конкурсе занял наш студент Никита Поляков. Соответственно, он сегодня также присутствует на этом мероприятии. «Управляй» направлен на выявление обладающих управленческим потенциалом студентов и создание условия для старта их карьеры. Кубок «Управляй» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». По поручению президента Российской Федерации. Диана Шилова, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ отпраздновали столетие комсомола. На мероприятие собрались заслуженные комсомольцы Елабуги. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ отметили столетие комсомола. Особыми наградами были отмечены заслуги первых секретарей Елабужского горкома Всезоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, внесших неоценимый вклад в развитие молодежного движения. Сколько лет не проходило, хоть тысячи пройдет, потому что это частица моей жизни. Потому что я сам был комсомольцем, пионером, октябренком, пионером. Комсомольцем сам возглавлял для меня частицу моей жизни. Почетными гостями мероприятия стали комсомольцы, строившие Камский тракторный завод. На мероприятии наградили активистов молодежного жилищного комплекса, заслуженных комсомольцев Елабуги, представителей комсомольской организации «При Камнефть» и директора Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Артем Тупичкин, Камиля Юрикова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Будущее ближе, чем нам кажется. Несколько стран в мире разрабатывают беспилотный транспорт. О том, какое участие в этом принимает Казанский университет, смотри далее. Казанский федеральный университет совместно с производителями автомобиля «КамАЗ» разрабатывают свой вариант беспилотника. В этом году заканчивается уже третий год сотрудничества «КамАЗа» с Федеральным Казанским университетом. И хочу сказать, что это конкретный пример реального сотрудничества, не на словах, а на деле, с реальными результатами. Данная модель беспилотного транспорта разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт распознает автомобили, наиболее встречаемые автомобильные знаки, пешеходов вне зависимости от их движения и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активному оптическому сенсору, системам связи и прочей бортовой электронике. Казанский федеральный университет разрабатывает свою уникальную систему связи с беспилотным автомобилем, которая не похожа ни на ГЛОНАСС, ни на GPS. Мы строим системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши, так сказать, разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну, скажем так, накопленную погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Модели беспилотных автомобилей, которые используют другие системы связи, в неблагоприятных условиях могут остановиться. Поэтому разрабатываемый КФУ и КАМАЗ-беспилотник имеют преимущество перед своими конкурентами. Мы работаем по нескольким направлениям беспилотных автомобилей. Университет нам помогает, очень важно развивать те компетенции, которые до этого, ну, просто не нужны были в автопроизводстве. 8 мая был произведен тестовый заезд беспилотного автомобиля КАМАЗ, разрабатываемый совместно с Казанским федеральным университетом по Крымскому мосту. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ-Ньюс. На этом все на сегодня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова